Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Ээээ... ну... знаете... ладно, ладно, давайте вот перед всем вот этим вот моим потоком мыслей и так далее Я бы хотел вам сделать такую, знаете, небольшую рекламную паузу Аризона Роллиплей Феникс IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить 300 тысяч игровой валюты при достижении вами 5 левела Находится в описании под данным видеороликом Вы сможете туда зайти, посмотреть и все это, так сказать, детальнейшим образом обсудить Там вот это вот все сделать и вот многое-многое другое Так вот, давайте мы уже перейдем непосредственно к самому видеоролику Все дело в том, что самп-03-DL провалился, умер, даже не успев, так сказать, выйти в свет Я подозреваю, что это была какая-то такая, знаете ли, тестовая наработка Калькора Потому что, ну, как-то, знаете ли, странно, странно, что он там презентовал самп-03-8 А потом самп-03-8 он отменил и вышел внезапно, вдруг прям никто этого прям вообще не понял, как это все произошло Вышел самп-03-DL, на него сразу стали делаться сервера и как-то, не знаю, возможно, Калькор что-то тестирует, возможно, еще что-то делает Но дело в том, что Калькор в версии самп-03-DL удалил вкладку хостед И также с форума там удалил вот эти вот, знаете, корневые штуки Или как это там в форуме называется В общем, удалил вот эти вот все дела с форума там, где вот все были вот эти вот, знаете ли, вещи про самп-03-DL В общем, полностью удалил самп-03-DL, его вроде как до сих пор еще можно скачать Но кто это будет делать, непонятно Лично я на своей памяти заходил только на один проект на самп-03-DL Это был My Home Roleplay Vice City И мне этот проект тогда достаточно сильно понравился Вот прям, знаете, не то чтобы понравился, а прям вот впал в душу Я думал, ебать, ну типа, круто, классно, как так-то вообще Ну то есть, блин, ну то есть, ну, нормально Но вот кто на этом играть-то будет? Кто будет тут играть? Кто перейдет с самп-03-7, как бы с насиженного места, где у большинства игроков есть аккаунты Где большинство игроков все знают Каждую там маленькую, каждый маленький полигон, каждую маленькую текстурочку Там все они уже знают, все скины, все вообще там есть А тут какой-то новый самп-03-DL, то есть в скобочках самп-03-8 Ведь по сути, все то, что было в самп-03-DL презентовали в 0-3-8 В общем, и тут вот как-то вот все вот это вот так вот вышло И как это так произошло, ну мне непонятно Ну абсолютно точно Как, почему, зачем В общем-то, наверное, я все-таки склонюсь к тому, что самп-03-DL Это было такое, знаете ли, тестовой версии Ну зайдет или не зайдет? Вот будут ли сервера там и игроки переходить на самп-03-DL? И так получилось, что ну вот какие сервера перешли на самп-03-DL? Да никакие, то есть некоторые там просто такой, знаете ли, занырнули Окунулись немного туда, да, то есть удочки, так сказать, забросили в этот самп-03-DL Но по факту-то там ничего такого не было То есть, ну по факту Потому что прям, ну вот вы знаете Ну вот как-то так вот там все вот это вот получилось То есть, забросили удочки, посмотрели, как там, что начали разрабатывать Там уже какие-то свои вот эти вот, знаете ли, новые системы На MyHome, Roleplay, Vice City Там сделали такие, знаете, покупка машин То есть, это было не где-то в автосалоне А это было, знаете, вот прям в журнале То есть, ты такой открываешь журнал Ведь это 80-е там или еще какой-то год И вот там ты можешь купить машину То есть, там все это было вот прям вот так вот сделано Если, мало ли, кто-то из вас не видел Вы можете посмотреть обзорчик на Ну не обзорчик, а просто вот мое восхищение с этого самого проекта На моем канале есть данный видеоролик Тогда мне за обзор данного проекта не заплатили ни копейки Я все это сделал за бесплатно, на чистом энтузиазме Потому что мне хотелось, чтобы данный проект развивался Чтобы самп-03-DL развивался Потому что я подумал, что за самп-03-DL будущее И тут, в общем-то, все вышло именно вот так вот Обидно, досадно Ну да ладно, как бы Я бы все равно в самп не вернулся Чисто так, знаете, заходил бы, чтобы там что-то проверить Что-то посмотреть, что там добавилось, что не добавилось, так сказать Что вообще там придумали сделать И вообще вот где, вот вы помните Когда-то давно уже обещали вот это, вы знаете ли Самп-Андеграунд Или как там вот это было там То есть, Сан-Андрес-Андеграунд Или там еще какие-то вещи Ну, я не знаю Я не знаю То есть, что-то было наподобие того там И где сейчас-то вот все это То есть, там, знаете ли, все города были То есть, мультиплееры реально со всеми городами в GTA То есть, там, начиная от GTA 3 Заканчивая там какими-то, знаете, булли даже То есть, карта даже там была из булли В общем-то, даже вот про это ничего не слышно Не говоря уже там про А самп-03 ДЛ, как бы Проект, такую, знаете ли, версию Которая была вот прям, знаете ли А под крылом коллкор Но, тем не менее Версия 03 ДЛ, она загнулась Она в самом деле загнулась Сейчас вообще непонятно Что со всем этим делать Что вот реально со всем этим Можно сделать То есть, ну абсолютно непонятно Для чего, для кого Нахуя Ну, как бы Странный такой вопрос, конечно Нахуя для кого ведь я уже на это ответил ранее, для того, чтобы вот чисто попробовать, зайдет, не зайдет, и Калькор, как оказалось, был прав, наверное, это случилось потому, что он выкинул эту версию как-то спонтанно, то есть она как-то появилась, как-то там начали делаться сервера и так далее, и Калькор, наверное, хотел, чтобы туда перешли все проекты, вы знаете ли, в СНГ комьюнити Сампа, которые сейчас есть, но разумеется, что на официальном сайте Сампа, то есть версия Самп 0.3.7 была все-таки основной, то есть нельзя было зайти на официальный сайт Сампа, и там, чтобы была версия Самп 0.3.0 сразу, то есть нет, всегда постоянной версией, постоянной, перманентной версией оставался вот именно этот самый Самп 0.3.7, я хотел сказать Самп 0.3.0, я уже заговариваюсь с этими, со всеми версиями и так далее, и лично мне, вот чтобы вы понимали, лично мне очень жалко, мне дико жалко, что так все вышло, что, казалось бы, перспективный какой-то проект, да, перспективная новая версия, GTA Сампа, она провалилась, безумно жалко, потому что я такие надежды выкладывал во все это, я думал, еба, it's revolution, калькор, it's revolution, я думал, о, сейчас, блядь, начнется, сейчас такое начнется, блядь, просто там взрывы, бомбы, насилие, жесть, там, секс, наркотики, убийства, блядь, новые модификации, всякие прочие вещи, однако, почему-то вот этого всего не случилось, этого всего не произошло, почему и как, непонятно, но вот как-то так все это и вышло, ну, странно, странно, конечно, вот, то, что так все вышло, то есть, наверное, нужно было, там, знаете ли, на недельку калькору добавить, вот, Самп 0.3.D.L. как основную версию GTA Сампа, или, там, знаете, на месяцок, на годик, возможно, добавить это как основную версию Сампа, и посмотреть, будет ли там вообще что-то происходить, будут ли там какие-то телодвижения по поводу всего этого, и нет, ведь все по факту расстроены, все по факту, вот, расстроены, потому что, ну, знаете ли, в чем дело, то есть, я посмотрел там комментарии в одном из пабликов Сампа, вот, посвященный GTA Сампу и так далее, и там, понимаете ли, люди, вот, и все вот это вот основное, оно, как бы, ну, ну, блядь, все расстроены, то есть, даже там официальное сообщество Absolute Roleplay скинуло ссылки, где можно скачать все эти установщики, все вот это вот прочее, потому что, насколько я знаю, один из моих любимых проектов GTA Самп, Absolute Roleplay, насколько я могу знать, он перешел на версию Самп 0.3.D.L., но, к сожалению, произошло вот как-то, ну, все именно таким вот образом, и безумно жалко, безумно жалко, что теперь свет не увидит каких-то дико навороченных, дико жестких серверов, которые мы бы могли так или иначе увидели, хотя было и много, ну, БРП-проектов в том же Самп 0.3.D.L., как бы, которые портили абсолютно всю картину вообще, вот это вот все восприятие того, как это все выглядит, и, наверное, в какой-то степени даже нормально, что Калькор закрыл Самп 0.3.D.L. Я считаю, что если ты чем-то не пользуешься, да, если, как бы, тебе вот это вот что-то не приносит какое-то удовольствие и так далее, то, ну, это нужно забрасывать, потому что, ну, какой смысл заниматься тем, что тебе неинтересно? Вполне возможно, что Калькору, Калькор не увидел должный фидбэк, знаете ли, как настоящий вот этот вот Плакса-Вакса, ебал твою мать и тебя в рот, как говорил один из великих, как вот этот вот Плакса-Вакса, он сразу понял, что не увидел фидбэка никакого, не увидел нихуя там вот этого вот всего прочего, и, ну, вот, все получилось именно вот так вот, как бы, он такой, блин, нет никакого фидбэка, сервера не перешли на эту новую версию, жесть, как так, а я старался, а я делал, а серверки не перешли, а все теперь именно вот таким вот образом происходит, жесть, как же так, я молодец, я старался что-то сделать, люди по достоинству не оценили, ну и хуй с ним, так сказать, молча, втихаря закрою там вкладку хостед в Samp03DL, тихо, молча, втихаря закрою там ответвление на форуме Samp, вот этого, знаете ли, Samp просто, да, я до этого, наверное, сказал SampRP, неважно, не знаю, что я там сказал, уже не помню, и, ну, как-то вот это вот все так получается, зачем, для чего, нахуя, ну, забавно, забавно, и грустно одновременно, потому что такие надежды, вот, столько радости, казалось бы, мог принести нам вот этот вот, знаете ли, новый клиент Samp, и он закрылся, жалко, но, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, айпи на Аризона Роли Плей Феникс, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить 350, ой, блядь, 300 тысяч игровой валюты на пятом левеле, находится в описании под данным видеороликом, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok